так ну что дамы и господа всем привет кукулите добрый вечерочек у нас тут с вами для вас короче мы приготовили и посмотрим дотку северная америка нижний дивизион матч за выживание вот это он это он это он это он это он как как у тебя дела и все хорошо отлично вот зарядился чайком с медом оказывается что еще три-четыре человека знакомых мы сегодня писали что они тоже приболели такая погода фига ты бешеный конечно же шуме от это расслаблять вязки есть сейчас бахнешь много меда бы снова разговаривать а потом минус голос будет слушай у меня минус голос сейчас каждое утро когда я просыпаюсь хуже хуже не будет хуже не будет да ну ладно я понял тебя тогда смотри у нас тут наш наш кореша скажем так из ггб предлагает коэффициент на сегодняшнюю серию 235 на radiant 155 на dr что по этому поводу думаешь что нас с этим всем делать слушай не знаю коэффициенты здесь это дело очень непредсказуемое я надеюсь ну смотри у нас одинаковые практически команды они идут одинаково они мне даже статистика одинаково не по две карты за весь турнир отжали у кого там кого-то не было можно не отжали ни у кого потому что одну из команд дисквалифицировали получается они просто всем проиграли причем про не просто проиграли проиграли тип максимально сильно а у них одна победа в карте над team doc champ у обеих и у дайер стороны значит победа против матча против фэлт который на пятом месте у ребят которые сверху победа в одной из карте скажу они отжали у третьего места одну карту то есть них по две карты выиграно и одна побед защитного тип на халяву не матча про картах таскать ну короче да в общем извиняюсь за терминологию ну вот непредсказуемо да я я бы предложил отталкиваться от драфтов в этом матче они вот каких-то там побед и поражение кому бы то ни было потому что на особе команды плетутся там где-то на дне и это действительно матч за выживание наверное однородно объяснить что вов с барского плеча решили в этом сезоне оплатить проживание получается но куча с 80 дотеров на каждый регион 70 дотеров с каждой региона получают деньги то есть четыреста двадцать дотеров по миру до сейчас драка за вылет с квалификации сюда этих вот записи сезона не падание во второй цикл на кто выиграет еще и получает бабосы 7000 на команду ну вот да такая будет стипендии ребятам чтобы они смогли кто продержаться как раз второй сезон и остаться хотя бы в нижнем дивизионе причем опять же то есть буквально там две карты лишних ты выиграл уже получил бы 9 11 или даже 15000 есть куда стремиться есть куда торопиться но в моем понимании 2 он будет сильно сложнее обо всех регионах потому что у нас условно в первом дивизионе были ребят помощнее и две команды из помощи вылетели сюда и бы заранее подразумевается что они наверное что-то могут и возможно смогут занять следующий зоне 1 2 место и поэтому вот вот именно сейчас то самого фабора то есть если вы играете да получается теперь как бы сильнейшие опять спустится вниз сильнейшие слабейших да слабейшие сильнейших поднимутся то есть это будет такое да и потому что если вдруг вы играли в доту не на самом про уровне или типа того то кристалма есть знакомый который говорит надо пойти квалификации сыграть ему таки говорят надо и не приходит чел он пошел других на шоу говорит нас квалификации моря да давай все забилдаем команду в итоге чел не приходит и он ушел играть с кем-то full рандоме на 3000 pts по парне в европу и прошел квалификации и играл типа этот сезон в нижнем в европе например максимально несложно то есть даже будучи там я знаю 3к под пивастиками вполне можно попробуйте залететь интересно да как и драфты тоже очень интересно я все смотрю одним глазом брат рума на сэкономов на второй пик табарку в первом скайпе этот который является очень рада бизантины играли с ней где-то сейчас я уверен что они все чем угодно играли то есть в конце просто что ничего не побеждали какая раз чем ты играешь если ничего не можешь выиграть очень простая математика спицаффи ты допустим приходишь там я не знаю в спартак играть в баскетбол и все проигрываешь какая расти по сколько у вас будет там парней бегать мяч ловить вот в этом до прикол знаешь типа очень мало кто смотрит на команду проигравших поэтому и говорят что вы должны уметь играть в команде уметь играть по командным правилам чтобы потом вас заметили в большом клубе и взяли потому что системообразующие игроки и везде нужны а единоличники которые даже в соло будут забивать много очков да они для командной игры могут быть не предназначены и так все так причем причем сейчас я была какая-то еще важная информация по этим двум командам сейчас я и найду да вот значит смотри ребята которые дисквалифицировали они против рейдеров не успели сыграть вообще то есть их исключили как говорится раньше но матч матч я в круче виделся да но матч против электроник бойс он состоялся электрон его таки выиграли 21 вот им наверное довольно обидно вот то есть электроники не на халяву получили победу да и возможно краски поэтому коэффициенты в их пользу немножечко вот так вот типа скатывать просто потому что хоть что-то показали то есть у них хотя бы одна серия была которой это я сейчас рубились в одной из карт но на нее и зажали они смогли ну и по драфтам кэши выглядит довольно интересно как минимум связка спиртбрекер плюс фурион я не понимаю пока кто куда точно идет я допускаю что фрион центр баратрум там четверочка то есть 3 позиция появится какая-нибудь либо фурион 3 мид появится седу монич там подвигаться пусть в целом на арте пларка против фуриона хороший герой можно кого-то другого придумать так вот и концепт именно в том что у тебя два героя которые реально потом всю карту кошмарят здесь ты немножечко их закосячил то они просто въезжают влетают ультят и все прочее делают и возможно поэтому еще забаня таких героев как эмбер спирит и бэтрайдер чтобы не появился еще один герой который тоже будет активничать по карте но я тут намекает она водит спирита какого-нибудь для дайвер стороны для радиант керри кто у нас сегодня ничоси так заход жестко керрирует как эмбер сталкеры пангодир оффлэнд либо наоборот но я не знаю то есть на сталкер роста на линию против джиггернаута ценки не очень хорошо пусть керирует стоит левел получит дальше кого-то будет убивать ну да под ночь там может какие-то делать ну то есть ты стоишь грубо говоря у тебя там какой-то сабр тебя помогает вы что-то делать какой-то фарты получаешь в целом и сталкер на слотах но довольно сильный сейчас стали в последнее время его достаточно часто пикать какое-то время он вообще выпадал прям просто значит долгое время мало кто смотрел южную америку и северную америку 2 дивизион поэтому выпадала так тут любители всегда были я тебе говорил кстати что здесь можно много сюрприз можно да да я съехать я счастью смотрю все это дело да из известных ребят у нас есть ассбшу любитель на эти сталкера например у первого дивизиона у них там тоже есть помню сегодня либо сейчас либо где-то там параллельно будет проходить переигровка на три команды за первое второе место ой ну вот и нашли еще одного мобильного парня фурион я думаю что 3 что русские из типа нормальный мид и у тебя реально крепкий драфт на то чтобы просто убивать по карте противник пытаться выиграть игру а вы будете менять по карте пока джаггер фармит то есть в моем понимании первая карта должна быть значит есть вот они нигде не косячат то за электрониками но опять же поскольку это ботом команды 2 дивизиона северной америки вообще неважно что они на драфт или чего они тебе говорю мне кажется я уже оскомину всем набил каждой трансляции это говорю что ребят у наших друзей у нас тяжелая работа до провести какую-то аналитику и сказать кто какой пик почему и зачем да а у наших друзей которые дают нам коэффициенты еще тяжелее потому что здесь настолько все непредсказуемо может складываться что ну просто здесь есть подозрение что в накладе нет в любом случае не остаются я как бы не про это но про то что вообще ну вот сейчас какие-то прогнозы можно сказать по пику но по исполнению здесь да и ты вот сегодня кстати мне говорила и над людям тоже сообщить на всякий случай что у каждой из команд по заявленным вал в правилам должно быть четыре игры из семи сыграно обязательно full составом заявлено сразу но три матча можно использовать замену и сегодня один из тех матчей когда рейдеры используют это правило и у них это она играет да и он будет номер сталкере суша может быть ну так я чуть-чуть по по мечтаю порассуждаем что неправда как-то его достали откуда-то играет плиз у нас тут матч за выход помоги взяли в заложники там я не знаю какого-нибудь дали заложники его системный блок например да либо либо его монитор стул там что-нибудь еще так о чем еще надо этот мышкой двигать кошмар я так этот короче весь сезон дпс максимально удалось заведить держание трансляции да то есть я все время был типа этот на подхвате водоносом сидел чуть разговаривал но камеру я не двигал то я сейчас буду двигать это заранее извинюсь перед всеми нашими немногочисленными зрителями если вдруг вам что-то не нравится оставлять фидбэк но я делаю все чтобы это было смотри бельно хотя бы как-то да без негатива так смотри на пангольер дайл флейн нс топорика пошел в легкую фармить про с него братру против него фарион все вроде как это положено логичная расстановка по линии без без сюрпризов в этом плане хотя бы никто нет воевать многие любители кстати над сталкера которые были замечены в этом сезоне они вот каждый раз идут бывать на руну потому что сталкер то есть я сейчас ночь до нулевой над сталкер в этом плане крайне хорошо что не увижу повышенный то есть он где там просто видит реально может против за руна побывать а в итоге тут челы поставили два ларда вообще в одну точку почти то есть некоторые дает вообще не по максимально непонятный vision и теперь тяжкий набор отруба чтобы его ловить возможно короче не совсем не ясно и в итоге никуда не пошли воевать просто поменялись по родам 22 и даже без телепортов реально просто разгредаются 212 но варда и очень эпичные я к такому даже не был готов наверное это чтобы чтобы вот что чтобы проследить весь путь баратрума надо возможно но опять же возможно они хотят так его остановить а вдруг у них получится другая не получится ну вот мне тоже пока нравится пик electronic boys побольше вот это жуткая мобильность реально можешь перемещаться за 4 секунды с одного конца карты на другой там пларки там с тем же самым и несом давать какое-то время загнаться я про то что скорее проблема в том что вот допустим они бегают допустим не все бывает и все хорошо а если вдруг у них не получил я просто представляю как там варка будет выглядеть когда у нее будет андаггер дизор какой-нибудь то есть что вы потом делать да как будут все эти энты разваливаться как будет cnk отлетать с тем же самым фурион интересно кстати поентом то есть эту фурион насколько я понимаю тот самый нет 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 другой мне казалось тот самый который был запрещен там вроде бы именно фишка была в пеньках тот самый был без рожков я вот точно помню там просто лишь на концерт в том что просили убрать именно определенных трендов то есть весь фишка не в сайте а вдруг на те ты стоят потому что там ты не можешь нормально по внешней виду отличить большого от маленького и дай вам пер запретили покупать в одном из на час была трансляция мы костили с милый по моему тоже для руха бы и вот там тоже прям был вопрос такой точнее я смотрел матч виртуз про где дм по моему сам спросил да да поставил паузу и спросил альвин типа вот я знаю что есть такое правило у меня такой цвет не для права купить ему сказали типа нет да а в матче который мы комментировали никто не спросил ничего сразу купили и там поражалось сразу пауза начался бугурт на эту тему хотят у нас здесь джакира принять разбег дал братру немножко продамажил он тут сразу фласка идет и вы не лишь не фартанола вашим взял башни купил шторм очень битый в миде что-то очень странно все курьер там ечит и саботу да ты просто просто очень многие штормы предпочитают не прямо рашить ботал потому что только те от него если у тебя рун на 4 рун на 5 ты вполне можешь успеть купить себе там какой-нибудь расходник форматы там до 0 3 см она про грейд может там еще что-то взять взять фласку взять там кларетку и заристорится и успели нести к четвертой минуте этот самый ботал чтобы за опять же выставить свои свои ресурсы и пойти повоевать да за эту руну возможно там заристорить ресурсы на 5 сходил то забрать в целом идея это вполне понятная да и логичная то есть что что и что и как ты планируешь делать если просто затерпел вот этот ботанцы принес это сейчас будет момента просто холдень от и пларки длину ей пупы и пофигу она краски банк принесла вот фласку приносит переносит себе блэдстоун будет еще сильнее штрафа пробивать под рефракцию так вообще милое дело да еще шторма приятный бонус в игре видит девочки уже взяла аур на третьем в один определенно планирует уповать своему тиммейту жалко старт талант убрали был вообще кайф который по и понижал стоимость про юзером плов можно было тип найти аркан руну каю собрать взять эту ценку и у тебя потом он не из этом без ничего буквально три из трех есть совпало ты можешь всю карту летать все развалить общего она не кончается вот на 4 в этот тот самый контролирует бараха будет перетягивается и смотрим аруна снизу все повезло в лотерея выиграл если было все равно требу проиграл потому что судьба еще но это без ресурсов холдится теперь у него есть чем и подраться и крипов полосхитесь можно типа спите пачку здесь забрать и в лес уйти это считая гарантированный 6 так вот брат румана сбегает только берет разбеги на джеки только чтобы мешать ему делать от воды пока пока у них плохо получается я смотрю то есть обычно как это выглядит приходит фарион до 60 условно атаки 2 пенька пропустил на верху я молодец так вот кругу раз приходишь у тебя там 100 урона без учета бывает стоуна и у тебя там не менее крепкий и мощный спиртбрекинг это точно 60 плюс урон на первом уровне имеет и ты сейчас ты должна съедить все что есть а в итоге настраивать stalker 25 на 7 фарен 13 на 7 очень много лишнего фарма досталось для на stalker а но через секунды две похожи что фарион будет тоже умирать сейчас приедет в речи замок вроде блочит но недостаточно хорошо судя по всему что опять же на stalker очень крепкий в плане количества армора то есть можете позволить что груза начал он и получал орехов ему братрун добил на и stalker идет до конца за фарионом есть вот это очень много орехов от вышки на вроде живет так в итоге был он тос сейчас посмотрим кто сколько забрал то есть разуме здесь забрали двоих девочкой да у нас перед этим погибала так и получается бунта с шеду шаман бунта с один к трем одни крем для да и стороны по папа бунта сэм это пангольер застрял что были бишки зачем это сделал непонятно но че поделать погиб и погиб также нападение в центре на тэмп ларку здесь я души душаман еще непонятно справиться не справиться и всему большим запасом нет шторма а что может и хватит было еще рапа решили просто не лезть не умирай там аккуратней возможно этот как говорится подмутил микрофон когда хотел подкашляться в итоге потерял разумеется и замучиваться не говорил вам да 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 я про то что я так подумал что просто говоришь мне не столько говорится время ни в коем не в то время не в то место ну все сорян я с вами опять я говорю обожаю так шиндоту с баратрум бортом постоянно куда-то бегать для другая что считаю играет о всем пирос умер хотя у него был сэш баку там он галерного сажать и 3 сейчас еще раз таков делает вроде как убегает мансуча там бегает 2 секунды 1 будет колба мог нажали не знаю все на читать вырисы вафель не какой-то рожочек тук-тук подтек так что до шаман пользуется случаем приходит мид немножко получить экспы он приходит штору что вниз приехал сейчас посмотрим начинать stalker их очевидно виду машина очень очень странно как бы он их еще тут не наказал хотел его маленький то есть всего лишь 5 пиранет взял 3 воет решили напасть посмотрим шторм сейчас поможет охотно агатом что желаю маленький в итоге в это время в центре забирает забирать брат руман побегался добивался тут тяжело опять же выше шаду шаман я понимаю судьба мани провязала куча билов на штурма дель нападение переставился нет нужно улететь еще хочет воевать нападать на обратно не сталкера там столько брони у него это вот в ручку творит есть бар бежит и совершенно должен это джеки роз как минимум забрать одного из них если ману пацаны тенге не подцелил ошибка с его стороны возможно будет потому что сейчас бежит баратурно что же вот здесь контроль нажми что-нибудь не нажал вашу медло . достался этого размер но все равно то есть что поделена на stalker а это не звучит как что-то хорошее когда ты меняешь его на троих героев своих уже на четверых нет это третий я заранее считал если он ночью очевидность никуда уже не уходит слишком много контроля там 11 брони и у тебя недостаточно дым уже знаю чтобы так быстро его убить и за это время перетягивается фуриона вообще типа смотри как обычно делают сайт фурион на какую-то линию или выдают четверку которая будет бегать по карте как-то под маку не зимею тот же братрун чтобы он просто получил свой левел чтобы быстрый был 6 либо в центр старшего быстро что потому что же типа для сультимейт и условно 6 это силы друзья и 6 и дальше этот самый ультимейт там взлетает 300 плюс дэмиджа на 400 500 если надо будет финальной теки и очевидно вражеских героев просто нет такой минуте такие жирности чтобы впитать этот ультимейт плюс что-то а здесь он до сих пор пятого левела то есть он не может нигде помочь ему этого очень не хватает из-за этого возможно просто не стоило лезть а поставить подфармить добрать себе левел потому что ну и очевидно лучше убить чуть позже но убить чем верить втроем абсолютно с тобой согласен это даже с точки зрения математики женщине вот математика необходимая штука для доты но очень плохо работают с ней скажем так мысль работаю геракин смотри нормальность и не остались после этого на минус фарион уже нормально разминцевали хотя залетает энви джаггера хотят забрать него не хватает ману на ультимейт но подать на раскрутку у земли хватает на ультимейте когда нормально залил его другой стороны то есть ребята тоже вписались в этом парку в итоге 3 в 1 и фуры взял 6 парк у нас будет играть через dragon лэнс первым артефактом ну по крайней мере в квикбай у него стоит ну добро пожаловать на 2 дивизион северной америки как служить у нас было тоже на трансляции темплар как раз с милой была игра и там там парка до упора игнорировала просто покупку бкб хотел не был там просто жизненно необходим и в очередной слот когда мы думали но сейчас ну давай бкб и она вместо этого поставила виндлэнс энергии наш этот файл спал массовый когда не угадаешь где и что молнию змеи по основе короче не знаю их реальный проблемка с математикой чувствите здесь стоят знаешь вообще ни одной причине то есть бежит см к под замедлом от пангольера там лаки шок те от 4 секунды для не вешать так это была плохая идея двора труба 105 пангольера в герой эти братья это будет поймать все что то есть это ваших работает вот ну да он останавливается убьет их да 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 стуга и решили быть надою собрать то есть ты прыгаешь противника понимаешь себя на нем view и ты как бы находишься на в противнике его пускай ты тут же станет заново еще съездил вниз 1 вышку в нападение на насти сталкера своем ты вообще все на последней секунде сделала поставила колбу хорошую даланта парку его стычкой своей его 69 добила товар на миде ну вот это минусный stalker опять вроде как он умирает на пангольцам не сильно проседает всего два капка команда проигрывает беда снизу сейчас что он заберет жену тебе еще в крик вами даст поставил на сталкер но похоже на похоже ну как бы не самый фармящий персонаж откровенно скажем данной сталкер типа далась такой драфту противника скажет мягкий что реальность команды можно было хоть убивать стеблок могла бы взять быстрый даггер могла бы взять панголер могу взять что-нибудь да что тоже вбрываться в противников но в целом и так наверно умеет скорее это не очень не умеет не сталкер который дает teflavision который дает тебе а у я сайланс который дает тебе контроль какой-никакой это реально можешь просто пойти и драться и в защиту убийства противников ты пока не в таверне ты добираешь их клипов иметь много денег а вы с этими дастся еще пока он его принесет пока он его купит герой то активность вопрос все по фарме но взяли какого-нибудь любого героя другого оси на все это прикол варган варки вот тоже вопрос вообще непонятно вот как бы либо ты блин и дисбринг дизольна это мастхэв это знаешь как антимакс поток меня одно только объяснение что как я тебе говорил что просто пришел по чилики всего позвали город сыграешь он такой страничь и не пойду сыграю поэтому типа раз-два и вот он уже сидит соло доза такой играет тут мидасик романа потом это и раз я весну сделала гонючих уплевать шарт возьму и вы за себя ребят да и всех убьют его один из 5 про меня опять по новости напишет претом отрабатывать пеньками по смейкам куча сломал денег заработал вышка на вышку пытаются есть центр вновь героев на дефектом галера скручивается от меня это есть динай не день слома выше судя по всему дд уж тормаджи герна под хилвардом что угодно могли сделать просто вышку отдали вот и пошел разверных хотя бы одну вышку разбили или все за дина или одну в топе вот только что сломали все а до этого не получается были динают все три три дата нападение шторм летит фура тоже почида счетными потом пролетел в урон хватит можно было сделать такой на сейф но решили это не делать кстати есть крутая тема с тема что у них опять же есть перед брейкер что если наступила ночь и ты берешь разбег брат ром на какого-то героя то вроде как-то его vision получаешь нормально так поэтому ночью будете победить не хуже остальных плюс у него талант есть на night vision 10 мы тоже наше удовольствие возьмет ну вот они реализовывают свой мобильный пик залетают в night stalker уже сколько третий раз его за последние там сколько минут пять наверно убивают я говорю всего четыре смерти а про то что я готов к говорится отработать за наших решений загибает и добавить новую линейку на количество мертельной stalker именно вот им реально очень часто не хватает в таких случаях когда какой-то условный name заходит поиграть в такую игру линеечку на то сколько раз он умрет а было бы интересно ну да то есть сидишь и думаешь так и насколько вообще типа опять идет готов все набирать данного трассе увидели в этот раз видели он должен татьями дать их зажал жадность но никто не летит и репорт и выманил две штуки слушай мне кажется сейчас уже команда на это острый реагирует да потому что в прошлый раз его забрали два забрали сейчас уже все понимают что ну я я просто верю что она бежит наверное кто-то еще и спине стоит у него скорее всего просто мне кажется глав конце в том что типа или начать разговаривать с тобой когда его убивают команда типа ничего не понимает что он говорит есть такая с произношением английский вами так сам тропал скажем так со словами поэтому если ты не опыте на новости не в команде он же не стенден то есть наверное не очень много общаются поэтому них может быть некое недопонимание то есть ты сидишь у тебя кэри игрок что-то что-то собирает что-то орет на тебя ты думаешь еще на всех случаях у нас уже начинаешь что-то тела до следующего сейлю потому что чаще смолы это очень откажется играть хорошо вырывается у нас баратрум отличный утиль джиггернаут сэйвит себя но это у меня что люди сошли ддл там парке разрывать 1 раза 2 улет в целочку минус 3 выжиги этого чуду шамана слушай но если ты действительно так как ты сказал то electronic boys прям майн геймс устроили я думаю что я буду того что да по поводу разговора инвес команды по поводу колов окей я про то что я уверен глав проблема в том что у них тоже типа ребят 6 сыграли на 1 5 твою или серию игр и в рамках того что они сыграли типа 1 5 и я я допускаю что можем просто бегает это не не какой-то хитрый план типа герои и побежал же я так не хотел говорить эту фразу знаешь об одном из фильмов которых я очень люблю есть раз такая нельзя недооценивать и предсказуемость бездны грубовато конечно но грубого я не конкретно к этому знаешь иногда ты думаешь это как художник до который пишет картину ли режиссер который делает фильм создает ему говорят а вот это какой у вас стандартная история была где чем писатель его попросили это но знакомая пришла девочка говорит а может помочь и написать сочинение по твоему произведению он его написал ученица поставил трипы что автор думал по-другому вот вот это тоже да интересный кейс синие завески это танки кто-то то-то-то по факту это просто лизирую нарезки на а по факту это синие занавески еще у нас готов не ул пангольера даггер готов у темп ларки и половины золи сверху на stalker очевидными даст там просто делать бака баши душам ангел от себя гонимчик причем довольно интересно его делает и запчасть но не носит остальных старшим джеки роз просто деньги имеет какие-то пытаются выявить его ответочку цемка глимер гост много планов мало денег у рассорчи там штору с арчидом кстати дворчик собрали зачем это ребята по непонятной причине джаггер бф джаггер яша делает сию кстати ему отверстия пока бы было бы неплохо собрать потому что одной крутилка свет не будешь но контроля много сайланс в каких ну да сосалился снизу нападение подцепляет фориона очевидно никуда-то не ухожет на stalker и пангольера вопрос не останется есть кто-то еще вроде нет вот лаборатору опять же то есть урну сделал дальше собирает что-нибудь для кого-нибудь души ну судя по кругу и он пойдет в этот но это вы судя по всему ангар конечно просто что что из него еще там он будет делать и без свету рим с этого то что у него есть острова на и урна и vitality booster ну это очень странный набор навевает немного весел типа да но для этого нужно рецепта не кольцо вот поэтому я смотрю просто на кольцо и у меня кольцо стакается с его закупа только с vitality booster в г но в г мы очевидно можно опять же проградите в кримсон из полезного потому что и без салсинберт набрат рума такая сия история просто раньше дано до ночи расскажу к истории в доте запрещено было и нам героем покупать баш просто не мог это сделать на войда на баратру мы на тролли по-моему то есть всех кого встроенный был устроенный башню вот в одной из игр типа лода сидел сам хотел собрать эпистол а не ваша не покупался на герое нужно потому что он был холл сбить если не нужен эффект башен и герои с вашим ничего не нужно просто дайте собрать как говорится ему не давали вот и лода потом много писал по этому поводу в twitter и в итоге вал сделали апдейт в котором можно собрать но тебе предупреждаешь на работе он вашим не будет но собрать можно ну хотя бы за счет узнаешь хотя бы тебя появляется тогда скилл который сквозь бкб может тогда да да это максимально просто логично даешь типа валв иногда очень ленивые ребята но иногда вот и ты с чем они точно дружи так это с логикой очень часто есть ты им приводишь какой-то вот обоснованные то есть не просто там сделайте так-то а приводишь пример почему так должно быть тем более что это сделать пофиксить очевидно вот этот момент был не очень сложно не просто шли сделали кто-то у них там уборщика и срок то угодно то столкового доступа просто пришел просто сделал так в итоге дизоль готов пока бы готова по фарма немножко ситуацию провели почти уже в ноль по экспе даже в пульсах не ждем через следующей ночи пять минут потому что пока эдис очевидно еще довольно долго будет с небольшим они никуда мог не хоть вообще не париться могут пойти врут реализовать так что у нас еще поинтересным артефактам так ну да бкб на нас салки у нас есть линза нашего шамане до шамане до нормального лица не у вами тоже присутствует меня ровно один вопрос я смотрю на закуп шаду шамана у него был виталитет госпиталь бустер вы пронизываете дополнить бусты и вроде как сейчас него линза может я натупил может быть на самом деле боем бустер просто может у него был не поинта этот наману вспомнил ты сказал что он его не показал что это просто был виталити бустер что это еще другое на нет исти нет это просто продал а пока смог вылазка два удара бывает сориона который шард купил вот они уже эти гигантские тренды которым стати в патче подрезали скорость атаки но это вообще не отменяя той ситуации что мы посвали их ставки просто за небе теперь не так быстро как раньше какая растет рубит по сотне выскажем 100 урона 108 урона с накидами окончается аэгис прямо сейчас поэтому на тварку уже уезжает повезу куда-то зачем-то непонятно травы будем взрывать трапы взорвали к штурм уже улетел суши но они должны же знать по идее тайминга иди сюда когда у них это типа должны да по идее да это вот в этом самая изюминка вообще всего этого матча то есть и сидишь ты дальше как должно быть вот любой человек у нее там 500 ммр но просто смотрит доту частенечко вот он приходит и вот мы типа раз говорим что там пять минут а из способ подъема у тебя на руках два горды в какой-то время запоминает и тоже уже сидит такой чекай так ага на 20 00 забыть рошан 25 00 он упадет и все про это уже знают все про это помнят олен мама банану да 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 чел типа просто вижу цели врываюсь опса и дисконечно как неудобно получилось кто бы мог подумать но пока я бы отметил такие качели знаешь что одни закинули то другие закинули явно закидка еще одна не очень пока дорого все нажали никто не умеет берут но всем кто доберут джекинал чем может ворваться его нет ультима это просто шуметь пошумел неплохо сыграно а урон будет а будет варить шторм врывается где шаман в контроле выдержит не хватает вот у нас размер с большим говорится плюсами себя заканчивать ребята именно из роботов так тут же киров еще отъезжает добылки на джигара утрой палец наверно дальше если выгоди собрал не постеснялся так и того 31 ранее все понимал целка рада до одну цепку показали пищу марса появился вангвард и остается ему только 600 монет приблизительно до кримсона полезно на команду 3 смотри на курьера для или и купил себе реальномом или чем реально делать бы широком просто будет въезжать в толпу играться один во всех здесь пока бы с другой страны может себе позволить наверное может данный же геннад уже аганим тоже можете позволить позволить 20 уровень прямо совсем скоро вопрос в том левый или правый талант такой грей армор лишний не будет синюю или красную ну все нет я считаю гоню шар над купить для влад фури вывод фури а вот поверх шара который он планирует купить до дпс взял дпс все бежим крутим выбираем еще шарде за 2000 к быкаев попробуй его потом остановим на урона быть много вылетать его шардом еще очень хорошо как раз шарт именно с этой способностью сталкивается октаймер дата прошанами то 20 раб стоит вторая команда курьер не повесила шар приезжает все джаггер максимально запакован него еще висели раму лет вообще кайф какой-то сход на скорости будет крутиться имеется ввиду что по муспиду поймать смотреть на него не умирает ну мы с тобой говорится все должно быть хорошо разбудите да ребят я пытаюсь я про то что этот смотри сали муф не очень сложно я объясняю лайфхак небольшой чувствую что горный першит мутаешься кашляешь размутываешься не наоборот кажется у меня спасибо знаешь но видимо южная америка дает и мне что-то от себя заряд боя северный заряд в адресе на себя это определено ночь наступила 6000 перевеса драться готовы так ну что найдут и пойдет проверять энви нашел уже всех него тоже нашли но и всех пошел и дачу не что не хочешь рваться в stalker просто так братит фир убегает джаггер конечно страшный я бы такого тоже убегал побежали полетели нашли загулявшего ты в своих так 540 раскрутка я поймал момент от stalker а можно было жить ультимейт на джаггере постеснялся бару продаю судя по всему ну нет смотри выбежал джаггер этот паникер мы все теряем его после байбеком закручиваем 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 твой шторм попадает прям под шагу очень не понравилось все это девушка сильно бьет самый сильный игрок здесь и в развороте не боятся ничего потому что если пошли дальше можно было блестить разве циро получился 3 в один шеки роз пойбекнулся умер и сталки разобрали по итогу джаггер остался и со всей слышим и с огни слышим и не пробит особо хп киловар тоже есть а у противника минус 2 причем потрачен глиф потраченные змейки реально можно пойти ничего не стесняясь кушать хайграунд дальше тем более червы не страшно шли жака у вас бизантина заходят на рошану наверное думаю что не ожидают такой наглость электроник войска вот сам курьера сюда привозят и поле спалил контору все перетягиваются электроники уже туда наканулись так куча пеньков и парку не успел братом подцепить сейчас пойдут доберут рошана должны да я думаю будет драк последняя за него все живы ночь грешно не ворваться ну да в мощный пенек он не настолько мощно сколько вас и представлял против таких героев бокового шторма неприятные новости еще смог только что они нажимали еще один жмут да и расканирует а там никого но стоит трапа и боя сломать не видит не дотягивается до центришник дотягивается на прозвать и нишку но поставили при только что смака заходит в темп ларку то что есть завязали джеки рост снова в каверну без шансов еще фулин должен был бы лететь на ход начать где-то не пошло у них даже ценка выжила хилвар творит чудеса утра посломали рошана забираем сыра эдис 8к уже перевез электроне базе одевать не лимит покупается брат руль зачем подсветить все может быть в этом и есть если все равно раскрутился и шеваны сыроди гернал заберет и в погоне сейчас брат руль добежит они не настолько хорош уже не не то чтобы понимаю как они планируют оставлю то есть мы драк за драк смотрим кто-то что-то умирает конь шторм залетит а может фарион ошибется еще кто-то погибает но не джаггернаут драка за драку он реально идет только добирает него уже на 7000 денег больше чем этом ларки она так-то лучшее после него надо как бы 7000 мне кажется слишком большая цифра на широк себе купил то себе со скоро будет чем можно на церкви как продать запчастями стики продать джаггера выходит динайд чит крипов кейсет 333 13 на стату ну да и да как в кейс какой-нибудь бегаешь пока тиммейте всех вскрою там чуть туда-сюда потом хочет по одному х подостреливаешь на разминах и потом топ-1 халтв гизар ващенко короче вами нет шансов штормальчего руна регена в бутылке а я гизнирую несчестно что москва все хорошо реально можно просто залететь и просто убить любого героя знаешь что ваши героями слишком много перевеса по дурабилисты кто так скажем выживаемости зажали зажали уже бизонтинов некуда не делаться контролируется парку 12000 перевеса аегис время время идет а если бы не не реализован здравствуй дождал два метода граждан слишком хорош вот таких случаях очень помогает да когда проходит у гольера лакешот надо поспел как ты душный как нашел реген еще не завязал реген нашел аркан руна сейчас белый т.п. нам делаем т.п. на базу и лети во вражеский фонтан на всю ману джаггер нашел всех либо его нашли хватит ли урона цир охватили урона хватило вот у него есть б.б. правда но урон реально хватило пока башки 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 что уверенно хватило разве сделать роботе самым приятным хотя там что-то шаман поддушивает неплохо то вроде плохо джаги реально забаковал получается им какой-то глимер или форсов от команды бы еще дополнительно заиметь в таких ситуациях просто выдвигать героя потому что для stalker плохо уходится а вот эти форса появляется вступали что разворачиваться он бежит с тобой убьет тебя те неприятно нажимать не может если мы для этого не рекомендовали мбкб чтобы в таких ситуациях он мог его нажать и на но раскрутиться за ультится и там что угодно сделать и он реально после смерти такой сказал ладно и обессон подождет собираю вкб сиро эгис не помогли а из рода не реализован пер потрачен с дважды до смогли убить получается ну вот я нажал почти там до full of себя заристорил ну там этом парке реально очень хорошо залетали прийти и манера посмотреть 200 темп ларки 1700 знать stalker такие цифры урона залетели там парк еще 80 секунд боковая stalker тоже 8 у них еще и есть возможность пара дракомали провести то что потом если ты уговорят нет нажал бака бы может реально пяти сегодня говорить ты будешь получать дизарма контроля и все прочее важно как говорится выиграть за вот этими на две-три драки какое-то преимущество что пока не отыграли все 3000 где мужики роз есть так смотрю как интересно сделал сходил с гемом проверил варды положил гем курьера и унес на базу не отдать интересно вот стоун готов шторма настал заряд набрать выбрать семечка все несет уплотняется принесла но не переклад я рамбу следить за ней по то что у него было плюс постараюсь стажировать хороший вечно лишь по итог поменял так бунтосы и бунтосы очередные линками сверху проверил кстати бы если фурион вы его что он не взяли на спасение идет куда-то к вам позиции не самая плохая варды стоят все еще с братом их разревели да вот он видит джекероса виден от сталкера можно драться можно ломать вижен двор сварка не знаю что вар наверху перезают цемка и сады пошел джиггернаута фокусе 2-е став и он стол ничего не успел сделать опять же два других хор герои неплохо разваливают но не stalker не прощает их 4 в 1 еще одна драка очень даже успешно вот тебе кто знал до что джиггернаут посмотри на него на бкб чел реально очень много дальше выиграть но он в итоге закупил все запчасти для и без реально вот мне между победы и проигрыша моего ультимейт его нужно просто дали то что просто выдать не подставься подвижен противника нажима к дару вторую драку при этом драку подряд он вообще ничего не успевает нажать давно в первой носки астер нажать точными но и по факту это сыр не нажал ничего потому что был в сайлинсе сейчас есть такая же ситуация да посмотрим вот его федеральный как говорится статистику хекс стан дизарм пир айспас станет пенгальера и потом fear с него было в конце время когда с него уже спал контроль но он умер находясь все еще в сайленте там его форста флотс м к и он погиб ну ладно может быть себе слов и писал плюс дагер на самом деле на самом деле шутки шутками или слов плюс дагер суммарно не так плохо потому что может вот будучи с даггером вот с того два расстать максимально далеко ну и залетать уже в решающий момент ну да то есть условно команды там что-то где-то впитала кого-то нашла там и все страны все это раскидалась и он заходит вот с того двора чтобы не в него это все залетело стоять очень далеко либо врываться прямо первым вообще конечно идея такая все все еще то есть лотус от команды линка от команды линка от себя пока байт себя что угодно можно было собрать ну хотя подраться пока обессал есть от антаре пангальер уже купил себе а и он диск и идет на по 1 до 3 рошанов в нем у нас что нас аганин фуру влетает и без слова него брат ром бежит всех раз так и шторм залетает и ворует ворует аэгис шторм вылетает пока что закатали только фурион и где же гернауты дружище нажми клавиши к ничего не нажимая конечно да то же шторм отвалился выделение вот 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 он вот он вот он врыв вот он в лед работает сплэшик закатали темп ларку закатали я думаю что пангальера тоже иная stalker за компания к раскрутился еще разок на чуть-чуть пангальер но этого тоже не хватит минус 5 минус или кстати не только айгис прочитал остальное несмотря давай может где-то как-то выцепим у кого что было до сыру фуриона остался у них сати не съел ах и никого ты должен быть аганим и по всему тоже у фуриона нет не у фуриона еще будет искать сейчас я вот так лучше гернаута свой сверхи войны все просто редактор с так что чуть ли не сломали там западе пангалеры резнутся джеки роста дамана да шикардос для него первую сторону пока дефают на месте миссии как-то раскидывается счет пытаются сделать но по всему мире барак упадет вторая сторона давай смотреть теперь джоба робью вроде как успешно не лишний тоже пангальера на поехал 8 секундный темп арки у него тимой закончится когда надо будет что-то делать ловит башек у него просто он держит оставляет команды кидал ногах есть две стороны сломали я думаю что они плюс-минус с довольной собой проедет на и сталкерный перехват взлетает цевочка и собереги свои локали так и здесь неуязвимость и у себя что-то шаман отыгрывает такие моменты в итоге будут осы не забрали слева не забрали вон тассы справа ситуация фантерсом выравнивается потихоньку полигоник уже 6000 перевеса хотя на самом деле так же это фейк 6000 потому что если лаганин что душа мон этого те самые там 6 200 лишних тысяч которые у них взялись по факту нас 11 перевеса просто в эффект аганима на шеду шамане еще уроны находит продолжает форме конечно очень приятно когда у тебя гоним когда и шарт его теперь сплитшот на змейках у него четыре змеи с шейков твоих 10 4 фаршер гет намутить но форману бкб вот кстати есть избивали да 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 есть такой игрок джабс называется вот он и диджей например двоих таких и в южной америке в серионе и восточной азии там они вообще каждый уже даже на шамане каждая игра гоним шарт рефрешер просто в соло мой трон ничего не надо с неважно играть кого неважно часть у него здесь не выиграл ждем с тобой 4 рошана или нет пока фурион душит но и фуриона тоже нашли не основа из сыра снова из бкб это мэрисон его уже не отпустит отсюда таких дано завтра кушать фур пытается это очень напоминает ситуацию который недавно у нас про игроки обсуждали что-то забыл никнейм короче чего к такому 11000 с написал тих пост twitter и формата такой твопа игрок попался со мной в команде за стремь снайпил меня взял фуриона сказал пару ласковых сделал тп противника на базу и левнул так это то есть фурион куда-то сделать репорт счет погиб команда без него чё-то бежит не в смоках жигернала нажимать клавишу он галера хватит ли урона уехатился в жигера в джекероса и пытается и шеду шамана тоже получается вроде неплохо вопрос как дальше дпс давать по фурумку то все норм дпс есть контроль есть и он выдержит башки пробуют тайласа залетают хоть на галера катается и это не спасает 100 секунд в таверне на ход летний шторм цепляет если сайлс еще один и цель судя всему еще одного них нет просто я вам было фуриона просто чтобы не нажимать не успел и так еще все герои в таверне байбеков нет подвести крипов сломать сторону ну вот опять эти качели да туда-сюда туда-сюда учитывая огонь это что джагер мог сыграть на верочку все зависит от него он пара сошелься сейчас больше не ошибается научился на своих ошибках и все этого хватает чтобы сломать две стороны и спокойно есть третью а дальше без не крипов сидите поиграй даже не отойду это будет очень некомфортно потому что против фурион это играть когда у тебя минус сторона сложно к нам известно очень сложно вот у них мега крипы ошибаются конечно мэл башу темп ларки она просто наказывается игрок терт остались еще минус 2 ну так вот и просто база будет очень тяжело выйти фурион приходит нажимает своих пеньков постоянно все линии пушит наш она выйти невозможно слишком много времени тренинг базы проводишь либо и сильные пути появляется и без улопан гольера хоть денег у всех очень много но по факту зажата рейден страна раперос там парке еще в трон прямо сейчас кардинально может а вторую еще купить и он вечно хорошие ожидая сторона не то чтобы все на байбеках уру потратил свой джаггер без денег штору спирит без денег и нереально выходит они реально свои куда-то лезут на и сталкер он галера темп ларка как как эти три мушкетера панголья точно мушкетер у нас в джаггернаута нейтральные вещи на все случаи жизни до 1 на откуда 2 делегатности 3 еще что-нибудь я не думаю что они постоят просто дождутся момента когда все реснуться опять же для них очень удобно что таймер ашана но не должны же были его записать должны понимаешь 30 секунды до потенциального появления там 333 до максимального появления опять же противников реально по базе поддушивают хреб и заставляет возвращаться а еще что риги содержится пять минут сейчас уже ни у кого нет я про то что должны понимать это говорит ну да 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 должны да хорошо ты брать король сыр нашел кстати шторм отдал фури он говорит сам не езжай все равно держи держи друг один с ним вообще я думаю то что шторму реально пора купить себе либо шарк либо аганинчик что здесь вас контроль то что хорошие но пока хочет хекс не собрать я очень близок к этому дд контролирует джаггернаут готовится так у нас двухминутный талия прям максимально почти стрелялся не то чтобы фартанула своем к забирает здесь бунтов режим шторм соберет но это кэш он василий дай джаггернаут и дд пойти убить всех занимать имейт не наш путь мы так не мы так не делаем до чек и прошу мышки роз так что у нас уедли уэли совсем скоро вот кераса террасы на то общем без отдак остается от их выставил с него по времени он доступен и недоступен будет теперь по деньгам хоть долго время пангалирова там почти до собрал темп ларки 2 200 купила силенку значит что если она погибнет его приторопировать и россии сдай как уже или нет из рапира будет тяжеловато ну и тусуются тусуются дайру рошана еще 40 секунд тусуются буду нострадамусом я думаю сейчас какой-то вас рядом будет action причем возможно увидела джаггернаут с иллюзией своей это все дело не такая что должен был видеть так ну и что разревели не сталкер пошел и без его гост успела нажать удары очень крепкие но джаггернаут разультелся засвешился на ваш свой обе соли этом парк теряет рапиру джаггер и я забирает я думаю что да ты идея была хорошая реализация была замечательная но пошло что-то где-то не так она живет успел нажать его клавишу наконец-то он успел ну слышал он вот и в ты говорите что он вносит все вещи всевозможные всевозможные до которые только мог бы с собой и у него был в том числе и титанс ливер плюс сия у него реально был повышенный статус резистности там по-моему 26 процентов часто на стаке этих двух вещей получается и вот этих как раз таки процент ему хватило чтобы нажать клавишу после мэлт баш стычки такие вот дела то есть электроник бойцы у нас победили первую карту но серия на этом не заканчивается впереди еще либо best of 1 либо best of 2 зависит от результатов так что мы с вами ненадолго но прощаемся и скоро вернемся настава